выезд из парома самого подвала самой нижней палубы загружались мы сюда точно таким же путем как сейчас и выгружаемся с помощью вот такого вот лифта то есть заезжали на паром и передом потом вот задом сдавали парковались сейчас мы тоже передом заезжаем на платформу и будем задом уже выезжать с самого парома и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Там палиты какие-то стоят, вот главное, чтобы они не рухнули. Пойдем вперед уже чуть-чуть. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Ну, то есть, сам материал, сами файлы у меня все на месте, только вот сама вот эта работа в монтаже, в общем, монтаж пошел только в пост. Видео будет такого экспериментального формата, в большей степени делалось оно для своих, не на какую-то большую там перспективу, но, о чем я вас попрошу, видео будет опубликовано в виде премьеры, то есть, в 6 часов вечера начнется премьера этого видео и будет открыт чат, я буду находиться в этом чате, буду с вами там, кто подключится к 6 часам, то есть, можете задавать там сразу по факту вопрос. В этом видео участвует моя семья и близкие, вот, видео будет на тему, что думают родственники, родные и близкие, точнее, дальнобойщика о его профессии, вот. Ну, и, в принципе, получилось так, что немножко будет, в принципе, в моей истории, как я стал дальнобойщиком. И что я хотел попросить, поддержите максимально это видео, которое оно выйдет. Кто смотрит это видео уже позже, то в первом закрепленном комментарии вы найдете ссылку на это видео, то есть, это как бы репортаж такой небольшой. Ну, и хотелось бы потом тоже пишите несколько комментариев для продвижения видео, ставьте лайк сразу перед просмотром, вот. И хотелось бы услышать ваше мнение, как получилось, потому что его было для меня лично делать очень трудно, потому что задействовалось очень много всяких функций в редакторе, ну, а так как я человек в этом новый, то есть, какие-то базовые только функции постиг, поэтому я очень многого сейчас для себя открыл, пока создавал этот видеоролик. Поэтому встретимся в субботу в 6 вечера. А у меня уже темнеет, мне 30 километров до порта, поэтому, ребята, обзор парома сделаем с вами в другой раз. Я все равно буду часто сюда кататься. Их тем более есть два разных парома. Каждый вам потом покажу. Ну, а сейчас вы смотрите до конца, и в конце вам сделаю немножко обзор своего тягача, как снаружи, так и внутри. Корабль швартуется к берегу. Вот моя сканья. Прицеп тоже с логотипом фирмы. Пойдем в кабину. Итак, кабина. Сканья у меня старенькая, уже почти 900 тысяч пробега, но все довольно-таки неплохо выглядит. Ковры, чехлы, это все сразу идет уже на машине, то есть фирма сразу машины снаряжает полностью. Как видите, телевизор, кофеварка. Ну, кофеварка я пока не пользуюсь, но, может быть, начну ей пользоваться. Полочки, ящички, довольно-таки, ну, в сканьях, кто ездил, тот знает, что они довольно-таки хорошие. Здесь у меня всякие какие-то штуки, пульты. Да, кстати, у меня кондиционер тоже есть, рабочий, я его проверял. Вот, конвертер установлен, то есть, ну, стоит вон там, у меня здесь выведен удлинитель. И у меня здесь ноутбук, включаю и телефон заряжаю. Кофеварка, да, тоже работает, все, я это включал, нажимал. Спальник, спальник выдвижной, вот она ручка. И, давайте, я вам покажу. Вон, конвертер там виден. Вот так мы его тянем, и вот у нас он увеличивается. То есть, полноценное, хорошее спальное место, это не Volvo. Ну, и тем более, про рано я вообще молчу. Ну, вот такой вот вышел у меня денек. Короткое видео, ознакомительное. Ну, и дальше уже буду держать вас в курсе событий, что будет происходить, когда мне дадут трехосник. Вот. Ну, и не пропустите мое следующее видео. Всем удачи, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова